доброе утро дорогие друзья сегодня среда 6 мая и вы слушаете и смотрите 13 сакраментальное число 13 выпуск программы утренний соловей май месяц прекрасен но как свое время говорил популярный телеведущий леонид зорин который специализировался на репортажах и соединенных штатах разоблачавших конечно капиталистическую суть сша не радостно на душе у простых американцев и к сожалению на душе многих из нас тоже не радостно в силу тех или иных причин но я хочу вот что сказать здесь работает следующая психологическая закономерность когда нам не радостно на душе когда мы мрачно смотрим на мир вокруг нас то мы начинаем подыскивать новости или точнее более чувствительны к известиям который подкрепляет нашу пессимистическую картину мира и новости которые мы воспринимаем в первую очередь они усугубляют и укрепляют наш депрессивный взгляд на настоящее будущее то есть возникает своеобразный порочный круг мы непроизвольно выискиваем новости которые подтверждают наши нерадостные мироощущения и эти новости укрепляют нас в нашем дурном настроении вот сегодня я попытаюсь вместе с вами при вашей посильной поддержке а может быть и при вашем сопротивлении этот порочный круг разорвать по крайней мере в одном эпизоде я имею ввиду широко распространенное известие даже наверное неизвестие взгляд и точку зрения что эпидемия ковид-19 это всего лишь этап при уготовлении к формированию глобального электронного концлагеря к чипированию населения на которые будут к глобальному чипированию населения которые будут тем самым контролироваться некой зловещей группой людей которые все это задумали мне уже доводилось в одной из предыдущих в одном из предыдущих выпусков этой программы на сей счет высказываться но последнее время эта точка зрения получила такое авторитетное в кавычках подтверждение как никита михалков который подготовил даже специальную передачу зловещих планах билла гейтса и эта передача была снята с показа на центральном телевидении что конечно окружила и орелом скандалезности и усилила интерес к этой теории теории в кавычках как вы понимаете сразу подчеркну что я сейчас обращаюсь не к тем кто смеется над этой теории над этим взглядом и наоборот не к тем кто фанатично их поддерживает потому что если люди устояли свои позиции ультра скептической или наоборот фанать фанатично ортодоксальной то тогда их сбить с этой точки зрения невозможно причем вопреки тому что от нас порой требуют требуют во время дискуссия какие ваши доказательства приведите ваши аргументы пруфы могу сказать что никогда в жизни гора доказательств не смогла переубедить ни одного человека твердо стоящего на собственной позиции независимости от того насколько значительная и убедительные эти были доказательства с научной точки зрения точно также никакая логика не способна сбить кого-то опять же с фанатичной веры в свою позицию потому что этот человек или эти или эта группа людей вам противопоставит свою логику еще более изощренную и здесь к месту вспомнить знаменитую фразу что все конспирологические теории можно характеризовать следующим образом логика железная а точка отправления дурацкая как работает логика для конспирологов я напомню вам старый я бы сказал даже классический советский анекдот в то время была такая историко-культурная конкуренция между армении и грузии и вот грузинские археологи сообщает о том что они нас нашли кусок меди во время раскопок и на этом основании переходят к выводу что 2000 лет назад на территории современной на территории грузии уже функционировал телеграф была телеграфная связь армянские ученые заявляют что во время археологических раскопок они не обнаружили меди на этом основании они пришли к умозаключению что 2000 лет тому назад на территории армении был что правильно без проволочной телеграфная связь поэтому это совет вообще очень важный для нашего бытового поведения никогда не спорьте пожалуйста с людьми убежденными в той или иной точки зрения если речь идет о том что для них это может быть политика искусство культура какие-то сексуальные взгляды даже потому что если вы начинаете с ними спорить то вы потеряете или слова или людей то есть вы с ними рассоритесь применительно вот к той точки зрения которую сейчас разбираю грядущей чипизации населения посредством его вакцинации я хочу сказать что ее популярность рост и популярности просто неизбежен в той ситуации в которой мы все сейчас оказались я уже не говорю о том что в россии для разного рода конспирологии особенно такую зловещую уже хорошо приуготовленная почва скажем по социологическим данным которые я однажды приводил у нас почти половина населения верит существование всемирного заговора хотя из этих же верящих половина не понимает для чего он существует этот заговор понятно что для чего-то дурного вот сейчас им становится наконец понятно для чего этот заговор существует чтобы нас чипизировать поэтому когда вы ведете дискуссию неважно это дискуссия академическая или это дискуссия бытовая никогда не обращайтесь к людям убежденным своей позиции всегда надо обращаться к тем кто колеблется и сомневается то есть неопределившимся причем даже если вот знаменательно как раз гром прогремел он подчеркивает это знаете такая жирная точка в этом высказывании причем имейте пожалуйста ввиду что даже если вы формально дискутируете со сторонниками твердой точки зрения фактически вы обращаетесь не к ним от более широкой аудитории вот это пожалуйста запомните это очень важный прием имеющий цену практическую цену для нашей жизни так вот касательно вот этой теории о грядущей чипизации населения значит первое не существует ровно никаких доказательств существования подобных планов вообще никаких то что нам предъявляется как доказательство это передержки искажения или откровенно фальсифицированные или сфабрикованные сведения второе не существует никакой технической возможности внедрить в тело человека чип через вакцину это невозможно и если это и окажется возможно то в весьма отдаленном будущем когда вы слышите что в качестве доказательств нам предъявляют некие цифровые доктрины что вот есть плана российского правительства я хочу этих людей спросить скажите пожалуйста вы русские люди вы живете в россии вы знаете что согласно этим планам мы с вами уже должны были бы жить в следующих условиях каждая средняя российская семья должна была бы иметь квартиру не менее 100 квадратных метров там сто сто пятьдесят а средняя зарплата должна была бы привез превышать две тысячи долларов и что хоть какой-то из этих планов выполнен это в полной мере даже в большей мере относится и к любым доктринам цифрового правительства цифровизации россии и тому подобным вещам более того я могу сказать совершенно безапелляционно и с твердым знанием дела что как только вы слышите о цифровом контроле применительно к россии запомните речь идет о грандиозном воровстве грандиозном от и до на 90 процентов все деньги которые на это дело выделяются будь единороссины почему такие вещи проходят по одной причине у нашего дорогого и обожаемого президента и национального лидера владимир владимировича есть бзик на этой идее на том что можно контролировать людей непосредством дубинок росгвардии непосредством цензуры непосредством давления а посредством вот цифры и на этом его окружение его постоянно ловит и набивает собственные своих семей и своих интересантов интересантов своих интересов карманы и наконец последнее вот россия в которой мы живем скажите пожалуйста зачем кому-то чипизировать наших людей для контроля если треть наших людей и так ходит в сортир до ветру на улицу кому нужно контролировать такое население и такую страну россия это огромная северная плохо очень плохо организованная страна соотносительно небольшим сокращающимся стареющим и довольно больным населением вот для контроля над нашими ресурсами запомните пожалуйста дорогие друзья независимости от того какая власть придет на смену правительство путин она непременно придет даже если это будет самое реалистичное гуманная высоко интеллектуальная власть россия еще долгие годы десятилетия будет обречена продавать преимущественно природные ресурсы преимущественно и в первую очередь природные ресурсы потому что к сожалению мы разграблены до такой степени что нам торговать больше нечем и особо мы ничего с вами не производим так зачем контролировать население этой страны поэтому пожалуйста я вас очень прошу идет ли речь о той теории которые сейчас с вами разбирал или о каких-то других включайте здравый смысл не позволяйте идиотом вторгаться в наш разум если и существует заговор в россии то это заговор хитрецов которые используют воинствующих идиотов в качестве инструмента реализации своей власти которую они хотят здесь сохранять и по традиции немного из римских философов античных философов синека блаженной жизни могу еще назвать блаженным того кто благодаря разуму ничего не желает и ничего не боится правда камни тоже не ведают ни страха ни печали равно как и скоты однако их камни и скотов нельзя назвать счастливыми ибо у них нет понятия счастья сюда же можно причислить и тех людей чья природная тупость и незнание самих себя низвели их до уровня скотов и неодушевленных предметов между теми и другими нет разницы ибо последний вовсе лишены разума а у первых он направлен не в ту сторону и проявляет сообразительность лишь себе во вред и там где не надо бы никто находящийся за пределами истины не может быть назван блаженным давайте оставаться если не в пределах истины то хотя бы в границах здравого смысла и человеческого рассудка и еще у меня к вам вопрос я подумал о том что надо бы модифицировать содержание утреннего соловья и наверное бы имело смысл отвечать в ходе этой программы выпуск за выпуском на те вопросы которые в наибольшей степени беспокоит нас российское общественное мнение поэтому если у вас такие вопросы есть пожалуйста оставьте эти вопросы в комментариях под видеороликом и я постараюсь но не на все конечно но хотя бы на два три может быть четыре вопроса из тех которые вы оставите те которые типичные и наиболее важны я постараюсь на них ответить сейчас спасибо большое за то что вы были со мной а я остаюсь с вами пожалуйста берегите себя своих родных и близких и до встречи а а а Продолжение следует...